всем привет привезли нам лодочный мотор hankai 15 владелец сказал что он его только что купил бушным с рук за 10000 рублей да это же халява 15 лошадиных сил и привез его к нам на проверку да сразу скажу что данное видео не преследует цели как-то унизить моторы hankai унизить китайские лодочные моторы или самого владельца просто такое легкое развлекательно познавательное видео ну первое на что мы обращаем внимание это на настройки мотора если дать мотору полный газ то заслонка не открывается до конца сразу видно что мотор не настроен как по зажиганию так и по мощности далее обратили внимание что провода на свечи перепутаны местами то есть если левая катушка если смотреть на мотор сзади левая катушка это должна быть верхним цилиндром а правая катушка нижним здесь же все наоборот сначала я хотел поставить как положено но потом подумал что лучше сюда не лезть видим что болты головки блока уже имеют другие то есть резьба перерезана 6 до 8 значит уже побывали тут руки мастеров везде красный герметик даже на крышке термостата в том числе и на крышках выхлопа и провода смотаны изолентой страшно даже сюда лезть в редукторе нет эмульсии это уже хорошо там давай давай попробуй половину закрой наполовину чуть-чуть наполовину так давай 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 а блин сняли карбюратор для того чтобы посмотреть состояние лепестковых клапанов вдруг клапаны там поотрывались но они все на месте мы сразу сказали владельцу что но не стоит заниматься этим мотором лучше купить другой если бы то было ямаха еще был бы смысл а так но владелец попросил пожалуйста посмотрите что можно сделать так вот компрессия на верхнем цилиндре у него два с половиной килограмма сейчас посмотрим на нижнем и так а на нижнем компрессия 8 килограмм разобрали двигатель видим задиры на верхнем цилиндре где не было компрессии залегшие кольца задиры присутствуют как на верхнем так и на нижнем поршне и задиры на гильзах в обоих цилиндрах двигатель под росточку но кроме этого я предполагаю что мозг делает еще система зажигания потому что даже на одном цилиндре мотор кое-как бы запустился сальники коленвала здесь более-менее клапаны целые значит может быть проблема по зажиганию свечи мы проверили они нормальные состояние подшипников коленчатого вала хорошие поэтому их трогать не будем немного сэкономим владелец согласился восстанавливать двигатель делать расточку будут меняться поршни на ремонтные от yamaha расточили цилиндры от фрезеровали окна и на всякий случай шлифанули плоскость неизвестно как обрабатывалась поверхность после этой сварки решили перестраховаться и шлифануть всю плоскость теперь будем собирать используя новое ремонтные поршни от yamaha и Мы установили нормальную катушку под маховик вместо оригинальной, которая имеет межвитковое замыкание. Это новая катушка от Yamaha 9.9-15. Двигатель снова сняли. Сначала мы его собрали, запустили, начали трогать блок, и головка блока цилиндров начала сильно греться, как будто заклинил термостат, но термостата у него нет. Стали разбираться, и обнаружилось, что у мотора нет слива. Слив воды, который должен быть с тех отверстий в Дейдвуде, о которых мы говорили в прошлом ролике. Мотор работает, но слива нет. Слива нет даже с этих отверстий, с верхних. То есть с блока вообще слива нет в эту полость. Ну что ж, пришлось снимать двигатель снова. И оказалось, что просто с завода не было отверстия для слива. Вот в этом месте должно быть отверстие, при помощи которого вся вода из блока после открытия термостата сливается в ногу. Но здесь его нет. Сейчас мы его здесь просверлим, и попробуем еще раз запустить. В прошлом видео на китайском моторе не было отверстий слива. На этом моторе уже в блоке цилиндров нет отверстия слива. А также, когда нам мотор привезли, вот этот шланг с контрольки не имел сужающего штуцера, который обеспечивает струю воды, а вода просто со шланга сливалась. Для чего это было сделано? Скорее всего, потому что у предыдущего владельца, который продавал мотор, двигатель грелся. Он решил просто сделать побольше слив через контрольку. Видимо, ну, с завода не было этого отверстия для слива. Двигатель грелся, и решили просто убрать штуцер из контрольки, чтобы вода больше сливалась. Но это не помогло, потому что вода все равно здесь застаивается. И из-за этого, скорее всего, и произошли задиры в цилиндрах, которые мы как раз ремонтировали. Фух! А тот красный герметик, который был на крышках выхлопа, это, оказывается, предыдущий владелец сюда залез для того, чтобы посмотреть, почему у него перегревается мотор. Но так как он там ничего не нашел, от безысходности он решил его продать. Ну, после того, как сломал, конечно же. Ну, теперь все сходится, в принципе. Сходится. Сходится. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мотор готов. За 10 тысяч рублей вполне достойный вариант. Правда, он у владельца не запускался, не было компрессии. Нужно было растачивать цилиндры, менять поршни. Но мы все это сделали и теперь он работает. Также мы установили причину, по которой он был продан. Нашли неисправность, из-за которой он бы в дальнейшем перегрелся. Поэтому отдаем мотор. Требуется обкатка. На этом все. Всем пока.